Анна Мартыновна Михейчук, 90-летняя вдова саратовского священника, оказалась в центре сложных семейных перипетий. В этом доме номер 99 по улице Симбирской с ней проживают две ее дочери Татьяна и Елена. С тех пор, как старшая дочь Татьяна прописала в родительский дом своего сожителя Александра Горшкова, и начались все беды, рассказывает Елена. По ее словам, он злоупотребляет алкогольными напитками и дебоширит. Анна Мартыновна писала заявление в полицию и говорит, что мужчина даже угрожал ей и Елене. Он заинтересован, во всяком случае, чтобы иметь, может, даже есть дом. Это он наш собственный муж, убил его. И мы прожили здесь уже порядочный лет. Никогда у нас никто не пил, никто. И вот, а это откуда взялся, я таких пьяниц не видела. Я уже сказала, я уже жить в этом доме не могу, не буду, не буду. Я уже боюсь этого всего. Я не могу спокойно спать, не могу ни жить, ни спокойно, ничего. Как можно так издеваться над старым человеком, чтобы пришли кулаками надо мной. Это так страшно. Этим признанием уже два года. На сегодняшний же день пожилая женщина говорит, что живется ей вполне хорошо. И претензий к уходу за ней нет. Я просыпаюсь в 5 утра, я встаю, грею чайник, готовлю еду. Мы приходим сюда, стелим новую постель, переодеваем, подмываем, умываем. Одеваем чистые памперсы, одеваем штаны чистые, кофты. Каждый раз мы делаем это три раза в день. Потом она кушает, потом кушает она еще фрукты, потом она отдыхает. Потом полдник, потом обед, после обеда еще раз она кушает. На ужин она кушает легкую пищу, кашу или что-либо в этом. У нее фрукты присутствуют каждый день на столе. Она ест мясо с базара, она ест курицу с базара, она молоко пьет с базара. Творог и сметану она ест с базара. Вы на пенсии, да? Да, я на пенсии, да. Я на пенсии. Я смотрю полностью, мать. В течение пяти лет. Я хочу сказать, что такой уход осуществляется только последние недели, две, три. Не надо тебя. Ее вообще дома нет. Ее дома вообще нет. Она ушла из дома в начале весны. Потому что она с отрезали свет и газ, она ушла из дома. А потому что вы угрожаете мне без конца. Никто тебе не угрожает. Почему вы ее на кухню не пускаете? Кухня не пускается, потому что человек, подожди, человек обсыпал говном, извините за выражение, кошачьим, нашу машину. Посыпал вот так вот вокруг машины говно. Ужас какой-то. А вот почему ты не хочешь мне на свою комнату? Тихо, тихо, открывай дверь. Открывай дверь, открывай дверь. Пусть люди посмотрят. А то я все время плохая, ты хорошая. Дверь открывай. Это моя комната. Открывай свою дверь. А я там нахожусь. Там все с помойки. Открывай дверь. Там вся кухня. Там находится кухня. Там вся помойка. Знаешь, почему я хочу открыть? Там помойка. Помойка, вот посмотри. Открывай дверь. Я помойку перетаскал сюда. Там коты, их выпустить можно. Они выйти хотят. Они, наверное, хотят выйти. Они кушать хотят, но я вчера не могла попасть домой, потому что я боюсь. Вот угрозой жизни предложил. Анна Мартыновна самостоятельно не передвигается вот уже с лета этого года. Поэтому к ней приставили сиделку. Несколько дней назад, когда Елена пришла домой, она заметила на лице матери синяк и большую шишку над глазом. Пенсионерка сначала сказала, что упала, но потом, как рассказывает ее младшая дочь, призналась, что ее ударили. Скажите, откуда у вас синяки на лице? Голупости какие. Что с вами случилось? Ничего и не случилось. Ты мне говорила, я у тебя спрашивала, а во что ты ударилась, когда упала? Ты мне сказала, что я не ударилась, я не упала, меня ударили. Кто тебя ударил, мам? Помнишь, сказала? Кто тебя ударил, мам? Не дави на нее. Я не давлю. Вот она говорит, никто меня не ударял. Она не сказала еще такого. Сказала. Был такой разговор? Это просто разговор. Старушка то и дело старается сгладить конфликт, но очевидно, что она устала. А воюющие между собой сестры пытаются убедить ее в своей правоте. Нуждающуюся в медицинской помощи женщину осмотрела таки бригады скорой помощи, которая установила. Анна Мартыновна, вы в больницу поедете? Нет, я не поеду никуда. Почему? Потому что... У вас сотрясение мозга и пневмония. Нет у нее пневмонии. Откуда у нее пневмония? Вы что говорите? У нее сатурация 95-94. Она старая. В нижних отделах право-любор. Мы все здоровы. Откуда у нее пневмония? У нее влажные мелкопузырчатые хрипы. Пожилым людям достаточно просто, чтобы вы открыли окно. От госпитализации Анна Мартыновна отказывается. В доме холодно, так как нет отопления. По словам Елены, им отрезали газ за неуплату. И сложно себе представить, как перезимует в неотапливаемом доме пожилая женщина. Субтитры создавал DimaTorzok